Папа Франциск Восстановлены лица трех мучеников, погибших 400 лет назад. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Жители городка Камерина в центре Италии восприняли визит Папы Франциска как благословение свыше. Если бы им позволили, они бы принимали святейшего отца в гостях весь день. Папа долгое время пробыл в доме 92-летней Марии и дал совет ее внукам. Внимайте ее мудрости, ведь это ваши корни. Она должна дожить до 100 лет. Договорились? Посетив несколько домов, епископ Рима поприветствовал каждого жителя города одного за другим. Он сожалел, что не смог посетить все дома. Посетив несколько домов, епископ Рима поприветствовал каждого жителя города одного за другим. Он сожалел, что не смог посетить все дома, но заверил жителей в своих молитвах об их благополучии. Позже папа посетил собор этого города, который был разрушен во время землетрясения. В храм он зашел в защитные каски и возложил букет цветов к разрушенной статуе Богородицы. Сотни людей наполнили эту небольшую площадь, находящуюся в процессе реконструкции. Именно здесь, в Камерина, проходила святая месса с Папой Римским. В своей проповеди он призвал оказывать больше помощи людям, пострадавшим от разрушительных землетрясений 2016 года. Он напомнил всем верующим, что после случившегося еще многое нужно восстановить, и попросил не забывать о своих братьях и сестрах. Прошло почти три года, и существует риск, что после первой эмоциональной реакции яркого освещения, случившегося в прессе, наше внимание перемещается на другие вопросы, а обещания забываются. Папа Франциск уже посетил другие города, пострадавшие от октябрьского землетрясения. Он был убит горем. В Камерина Папа нашел строительные леса и защитные сооружения, все еще стоящие по всему городу. Однако жители города до сих пор не могут вернуться в свои дома. Во время молитвы «Ангел Господень» Папа вспомнил еще один кризис, который затрагивает весь мир и миллионы человек. Сегодня мы особенно помним о беженцах в день, посвященный им Организации Объединенных Наций. Этот день призывает нас всех ступиться за мужчин, женщин и детей, которые спасаются от войн, преследований и нарушений их базовых прав. В конце богослужения Папа Тепло поприветствовал многих собравшихся. Жители города Камерина были в восторге от визита понтифика. Но визит на этом не окончился. После церемонии пожарные города Камерина сопроводили Святейшего Отца по пустынным улицам города до церкви Санта Мария Инвия, одного из самых популярных старинных приходов в городе. Ватикан представил рабочий документ Синода по вопросам процветания Амазонского региона. Он будет служить конвой для Октябрьской ассамблеи епископов. Документ называется «Амазония. Новые пути для церкви и целостной экологии». В нем уже содержится несколько предложений, но в особенности удивляет одно из них. Подтверждая, что целебат является даром для всей церкви, мы просим изучить возможность рукоположения в освященнике мужчин приклонного возраста, желательно из коренного населения, которых уважает и принимает вся община, даже если у них уже есть стабильная семья, для служения в наиболее отдаленных регионах Амазонии, с целью сопровождать таинствами и поддерживать христианскую жизнь в местное общение. Предложение ссылается на так называемых вере пробати – пожилых людей сильной веры, принадлежащих малым католическим общинам, проживающим на территориях, где подолгу не бывает священников. Это предложение выдвигается только для отдаленных районов и ради коренных племен Амазонки. Коренные народы просят следовать примеру ранней церкви, когда она отвечала на нужды своего времени, создавая подходящее служение. Когда папа Франциск возвращался из Панамы, он говорил о целибате и открыл двери для этой возможности. «Мне приходит на ум фраза святого Павла VI. «Я предпочёл бы попрощаться с жизнью, прежде чем изменить закон о целибате. Однако есть возможность снести некоторые изменения в закон для отдалённых регионов, как, например, Техиокеанские острова. Это необходимо рассмотреть с точки зрения пастырской необходимости. Ведь пастырь должен думать о верных». Следующий синод епископов начнётся в октябре этого года. На него съедутся 100 епископов, служащих в Амазонии и заботящихся об этом регионе, который ещё называют лёгкими нашей планеты. Одной из главных тем ассамблеи станет тема экологии и текущего положения экосистемы. 14 июня Папа Франциск провёл встречу с главами крупнейших нефтяных корпораций со всего мира. Лидеры компании Shell, Chevron, BP и ExxonMobil прибыли в Ватикан на конференцию по вопросам защиты общего дома. Во время этой встречи стороны обсудили вопросы так называемого энергетического перехода, когда страны постепенно отказываются от использования ископаемого топлива и переходят на возобновляемые источники энергии с целью снизить загрязнение воздуха. «Экологический кризис нашего времени, в особенности климатические изменения, угрожают будущему человеческой расы. И я не преувеличиваю». Папа предупредил, что если Парижское соглашение не будет приведено в исполнение, средняя температура на Земле повысится на 2,5 градуса по шкале Фаренгейта через 10 лет. Это будет иметь катастрофические последствия для климата. «В то же время будущие поколения и так унаследуют мир в руинах. Я извиняюсь, но я хотел бы подчеркнуть это. Я говорю о наших детях и внуках, которые будут платить по счетам за нашу безответственность». Папа попросил участвующих в конференции не ждать, пока другие сделают первый шаг, а также не отдавать предпочтение сиюминутным экономически выгодным предложениям. Это уже вторая встреча Папы с нефтедобывающими компаниями. Она проходила в дружеской атмосфере. Епископ Рима даже согласился на общую фотографию в конце встречи. Приветствуя польских паломников во время общей аудиенции, Папа сильно раскритиковал аборты. Он поддержал инициативу «Марш за жизнь», которая прошла в стране в минувшие воскресенья. «Мы призваны защищать и служить жизни от зачатия в утробе матери и до преклонного возраста, часто отмеченного болезнями и страданиями. Недопустимо разрушать жизнь, делать ее объектом экспериментов или ложных представлений». В этот день Папа говорил о начале христианства и первых общинах. Он напомнил, что одним из первых решений зародившейся общины стало избрание 12-го апостола на место Иуды. Папа объяснил, что это было проявлением общинности. «Иуда уже ранее начал отдаляться от общения с Господом и другими апостолами, даже до того, как он позволил вирусу гордыни заразить его разум и сердце». Папа говорил о том, что первую общину определяло единство всех ее членов в противовес мирскому индивидуализму. «Воссоединение апостольской коллегии подчеркивает, что ДНК христианской общины есть единство и свобода от самого себя. Это позволяет не бояться разнообразия, не привязываться к вещам и дарам, а становиться мучениками, яркими свидетелями живого Бога». Папа проявил отеческую нежность по отношению к самому молодому участнику общей аудитории. Воплощая свое послание о защите самых маленьких. В начале этой встречи он также пригласил группу детей в папу-мобиль, чтобы они могли сопровождать его на протяжении всего путешествия. В настоящее время отношения между Китаем и Гонконгом напряженные. Правительство Гонконга выдвигает закон, который разрешает депортировать задержанных на материковый Китай. Это привело к сильным протестам на острове. В то же время группа паломников из этой страны отправилась в Рим, чтобы увидеть папу поближе и помолиться за текущую ситуацию. «Действительно, это очень и очень важно для нас. Сейчас в Гонконге сложная политическая ситуация. Мы надеемся, что благодаря заступничеству папы и его молитвам, что он сможет помочь нам преодолеть эти трудности. Нам нужны молитвы. Нам действительно очень срочно нужны молитвы». Эти люди прибыли из Гонконга и привезли с собой флаги Гонконга и Китая в знак единства. Они рано прибыли на площадь Святого Петра, чтобы найти хорошее место, увидеть папу и избежать толп паломников. «Он благословил нас и пообещал молиться. Он широко улыбался и сделал такой молитвенный знак руками. Мы были тронуты». «Мы любим папу Франциско. Он так много делает, в особенности в отношении построения диалога с Китаем. Я считаю, что у него большое сердце. Мы надеемся, что в будущем у Китая и Гонконга будут хорошие отношения, а может даже и с Ватиканом. Таким образом, католики Китая станут более свободными и получат больше шансов приезжать в Италию». Увидев папу и помолившись вместе с ним, паломники надеются вернуться в свою страну и с оптимизмом встречать все трудности, через которые проходит их родина. Первым китайским епископом, служившим в Гонконге, был епископ Франциск Хсу, получивший назначение в 1969 году. В 1988-м пятый епископ Гонконга вошел в коллегию кардиналов по просьбе папы Иоанна Павла II, став первым гонконгским кардиналом. Смотрите далее. Мы услышим обращение папы на Третий Всемирный День Бедных. Вы смотрите Ромрепортс на Россию. Папа Франциско публиковал новое обращение на Третий Всемирный День Бедных, который пройдет 17 ноября. В этом году для названия папа взял строчку из девятого псалма, которая гласит «А надежда нищих не до конца погибнет». Папа пишет о том, что в наше время существует множество новых форм принуждения, которые порабощают миллионы мужчин, женщин, молодых людей и детей. Он жестоко критикует тот факт, что бедные считаются мусором или паразитами нашего общества, которым не прощается даже и бедность. Мансиньор Ринне Физикелла, президент Папского Совета по содействию новой евангелизации, говорит, что это обращение папы – настоящий вызов каждому христианину. Его также просьба ко всем верующим, чтобы они стали истинными посланниками надежды, которые не просто делятся едой, но и своим вниманием. Гораздо важнее наше присутствие, наша солидарность. Нужна наша помощь, нужно вспомнить, что является неотъемлемым атрибутом Евангелия. В этом году Ватикан вновь создаст мобильный госпиталь для бедных на площади Святого Петра. Он будет функционировать в течение недели в середине ноября. В прошлом году здесь было проведено 3000 медицинских процедур, 203 из которых были предназначены для лечения таких заболеваний, как ВИЧ. Однако, кажется, не только Ватикан посвящает себя Всемирному Дню Бедных. Так делают и другие люди по всему миру. Например, в Европе Вестминстерская архиепархия в Лондоне успешно увлекла школы и приходы в инициативу по оказанию помощи бедным. В Германии архиепархия Берлина организовала банкет для бездомных и уязвимых людей в соборе Святой Хидвиги. Он был закрыт на реставрацию, но открыт по этому случаю. Архиепископ принял около 300 гостей, и ему помогали 140 волонтеров из местных приходов. Папа Франциск завершит Третий Всемирный День Бедных мессы в соборе Святого Петра, а также обедом с полутора тысячами бедных людей в зале Павла VI. В своем послании Святейший Отец обращается к примеру Жанна Ванье, называя его великим апостолом бедных. Недавно он скончался. Вся его жизнь была посвящена заботе о людях с ограниченными возможностями. Именно он основал общину Ковчег. Слухи о том, что молитва «Отче наш» будет изменена, верны, но только для итальянцев. Английская версия пока останется прежней. Архиепископ Артур Хороше, секретарь конгрегации богослужения и дисциплины таинств, утверждает, что не Папа Римский выступил за это изменение, а епископская конференция Италии. Он сказал, что каждая конференция епископов мира должна привести все литургические тексты в соответствии с переводом Библии на родной язык. Нет, Папа не меняет молитву «Отче наш». Как он может изменить то, что написано в Евангелии? Понимаете, самым важным источником для литургических переводов является Библия. Потому что молитвы во время мессы в большинстве своем взяты из Писания. Поэтому молитвы на мессе должны соответствовать Писанию. Это изменение происходит сейчас, потому что конференция епископов Италии переделывает итальянский римский мессал. Весь процесс занял у них чуть более 10 лет. Архиепископ Роше поясняет, почему фразу «Не веди на свое искушение» следует заменить. Потому что в новом итальянском тексте говорится дословно «Не предай нас искушению». Итальянские епископы выбрали эту фразу, потому что она лучше передает смысл. Третье издание римского мессала на итальянском языке увидит свет во время адвента 2019 года. Когда он будет напечатан, новая редакция молитвы «Оче наш» официально станет использоваться во время служения святой мессы. Всего в нескольких метрах от этого дома от действия террориста-смертника погибли 150 человек. Здесь живет Принганта Яякоди со своей семьей. Всей семьей они присутствовали на пасхальной мессе в приходе святого Себастьяна в городе Негомбо в тот день, когда произошел взрыв на Шри-Ланке. Мой сосед видел моего сына. Потом и я увидел его. Он шел весь в крови. Его одежда тоже была в крови, но он шел. Я сказал, слава Богу. Я подумал, что и моя жена тоже жива, хоть, возможно, и пострадала. Я ждал, ждал и ждал. Раны его сына были несерьезными, хотя и они оставили свой след. Вначале муж думал, что его жену забрали с другими пострадавшими в больницу. Ушло несколько дней, прежде чем он поверил, что она действительно мертва. И несколько недель, чтобы он смог перестать плакать. Только через месяц он поделился с нами своей историей и простил убийц своей жены. Я горжусь тем, что я католик. Это точно. Даже в моем состоянии я могу сказать, что все еще горжусь быть католиком. Все, кто ушел от нас, включая мою жену, посвятили своей жизни Богу. Отец Шамир сослужил эту святую мессу в день теракта. Он был у алтарян, когда раздался взрыв и слышал крики жертв и пострадавших. Это было ужасно, так грустно. Но вера нашей общины не уменьшилась, а только укрепилась. Мы видим, как люди собираются на большие встречи, мессы, службы, как они принимают причастие. Я думаю, что произошло увеличение количества верующих, посещающих храм и участвующих в мессах. Бомба террориста разрушила жизни издания, но не смогла уничтожить веру людей. Это было подтверждено международным отделением «Помощь церкви в нужде», которое посетило Шри-Ланку, чтобы предложить им поддержку и солидарность всей церкви. По словам фонда, первая помощь была оказана быстро. Однако в настоящее время также необходимы долгосрочные проекты для укрепления христианской общины, чтобы она могла оправиться от этой трагедии. Какой Всемирный день не был создан Папой Римским? А. Всемирный день мира. Б. День молитвы о всем творении. В. День любви к ближнему. Правильный ответ В. Папа Павел VI учредил Всемирный день мира, а Папа Франциск – день молитвы о всем творении. Вы смотрите Ромрепортс для России. Вы видите лица трех мучеников из города Кошицы, что в Словакии. Это католические миссионеры, которые были убиты во время протестантского переворота в 1619 в Королевстве Венгрии. Они были канонизированы Папой Иоанном Павлом II в 1995 году. Сегодня в сотрудничестве с археепархией Кошицы и чешским археологом Иржи Синделаром, Сисаро Мураес провел реконструкцию лиц этих мучеников в честь 400-й годовщины со дня их смерти. Мураес – знаменитый бразильский 3D-дизайнер. В прошлом он не единожды восстанавливал лица святых, например, святого Антония Падуанского. Археолог Иржи Синделар и его команда сделали серию фотографий черепов этих трех мучеников. Эти фотографии мы поместили в компьютерную программу, которая сделала из них 3D-модели в соответствии с формами черепов. Из этих 3D-моделей я начал создавать лица. Сисаро Мураес моделировал лицевые мышцы, чтобы выяснить основные черты. Этот метод используется в уголовных расследованиях. Он помогает в опознании жертв. Он также оказался полезен, чтобы узнать, как выглядели святые. Отчеловечивание реликвий может быть полезным. Однако, как мы все знаем, лицо святых – это лишь малая деталь. И на самом деле важно то, что они нам оставили. Эксперт считает, что получившиеся лица отражают реальность с вероятностью в 90%. Во время реконструкции трудно говорить о точности цвета волос или глаз, так как это требует специального анализа ДНК. К настоящему моменту Мураес восстановил лица 14 католических святых и двух блаженных. Посольство Израиля при Святом Престоле провело концерт еврейской духовной музыки в Римской синагоге в честь 25-летия дипломатических отношений с Ватиканом. Концерт посетили государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и посол Израиля Орен Дэвид, а также главный раввин еврейской общины Рима Рикардо Десеньи. Натан Лам, президент фонда ассамблей певцов, был приглашен для помощи в подготовке и выступлении на концерте. Роль певца в синагоге призывает людей на молитву. Певец запевает молитвы, а народ повторяет. Кантор в еврейской истории занимает важное место. 2400 лет назад уже были певцы, даже раньше, чем раввины. Певцов рукополагают. Когда мы поем, мы стараемся, чтобы слушатели поняли глубинный и скрытый смысл текста. Наши и христианские тексты часто совпадают. Сегодня особенный вечер, потому что мы будем запевать псалмы, тексты которых понятны всем. Первым папой, посетившим римскую синагогу, стал Иоанн Павел II. Он был первым папой со времен Святого Петра, вошедшим в синагогу. Его последователи, Папа Бенедикт XVI и Папа Франциск, также посещали синагогу. Натан Лам признался, что это братское отношение со стороны католической церкви очень важно для еврейской общины. Всегда хорошо, когда люди испытывают желание выказать доброту и обратиться к диалогу, особенно между мировыми религиями. Еврейский народ живет в Риме 2200 лет. Это замечательно, что Папа протянул свою руку, а еврейская община приняла его. Даже для тех, кто не живет в Италии, например, для нас США, это тоже важно. Видеть развитие и диалог. Музыка помогла отпраздновать 25-летие отношений. И хотя соглашения по некоторым вопросам между двумя государствами все еще не урегулированы, например, по экономическому статусу католической церкви в Израиле, диалог – основа всего. В самом сердце Рима можно набрести на это красочное великолепие. Римский розарий – непростая туристическая достопримечательность. Это место имеет большое значение для еврейской общины города, так как здесь было их кладбище с 1645 по 1934 год. Римский розарий – это то место, где можно найти историю и красоту. Здесь собрано 1100 видов роз, но история у сада богатая, как и у многих других мест в вечном городе. 300 лет здесь было место захоронения, принадлежавшей еврейской общине, одной из самых старых общин на Западе. В 1934 году мэр Рима Франческо Бонкомпанье попросил еврейскую общину перенести кладбище в другое место. А во время Второй мировой войны розовый сад, что находился возле Ватикана, был уничтожен. В 1950 году еврейская община согласилась на просьбу мэра, но при одном условии. Евреи согласились, но они хотели достойно попрощаться с местом, которое было для них столь священным. Они попросили установить саду Моисееву Скрижали, чтобы отметить это древнее захоронение. А чтобы не забывать о прочной связи между Римом и еврейской общиной, в саду были положены небольшие тропинки в форме минора, еврейского семисвечника. Каждый год в саду проходят соревнования, на котором избирается самая красивая и оригинальная роза. Хотя выращивание роз может казаться простым занятием, это совершенно не так. На то, чтобы вывести новый сорт роз, может уйти более 15 лет. Это очень большой сад, где посетители могут найти удивительные и особенные розы, с запахом благовоний, зеленого яблока и даже дамасская розы. Последний запах используется для создания самых дроних духов в мире. Розы отлично пахнут. Они как драгоценный камень, составляют центр самых дорогих духов в мире. Розовая эссенция имеет очень высокую рыночную стоимость. Чтобы добыть один грамм эссенции, необходимо почти килограмм лепестков. В этом саду каждый найдет то, что его интересует, будь то ботаника или история. Он также понравится романтикам и любителям фотографии. Смотрите в следующей программе. Мы будем сопровождать Папу Франциска во время процессии в торжество тела и крови Христовых. Все это гораздо больше у Ром Репортс на России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова